Приветствую вас, друзья! На связи с вами снова Сергей Куликов и сайт Фокусы от Моряка. В этом видео я хочу показать вам очередной классный фокус Эда Марло. Для того, чтобы показать вам этот фокус, я воспользуюсь колодой Ноковый 3 фиолетового цвета. Кому интересны эти карты, то ссылку на обзор и на покупку в проверенных магазинах я, как обычно, оставлю в описании к видео. Ну что ж, теперь к самому фокусу. Для этого фокуса, уважаемый зритель, вам необходимо взять 4 карты. Причем возьмем мы их каждый раз разными методами. Первую карту я вот так вот перену колоду, буду скидывать по одной карте. Вы в любой момент вы не остановите, когда захотите. К примеру, вы сказали стоп здесь и остановились на шестерке кресте. Соответственно, это наша первая карта. Теперь давайте возьмем вторую карту. К примеру, пусть это будет... К примеру, пусть это будет в Симбубе. Любимая карта Эда Марло. Отдадим должное мастеру. Теперь, уважаемый зритель, возьмите эту семерочку и воткните в любое место в колоде. Ну, к примеру, зритель втыкает вот здесь. То есть наш зритель втыкает между червовой восьмеркой и крестовым вольтом. Так, мы имеем на данный момент четыре карты. Всем вам известные, можете их запомнить. Это шесть крести. Это восемь червей. Это семь бубей и крестовый валет. Сейчас я начну убирать по одной карте в середину колоды. Ваша задача, уважаемый зритель, просто следить за последовательностью карт, которые я убираю. Итак, начну я с семерки Буби. Убрали. Подсняли. Щелкнули пальцами. Больше я ничего не буду убирать, я вас обманул. Обратите внимание, вся моя колода поменяла цвет. Вся, 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 вся она стала черного цвета. Само собой, разумеется, черным стал крестовый валет, червовая восьмерка, крестовая шестерка, ну и, конечно же, наша любимица Эда Марла, бубновая семерка. Вот такой вот прикольный фокус, друзья мои, от Эдди Марло. Друзья, прежде чем мы перейдем к обучению, конечно же, рекомендую вам подписаться на мой канал, чтобы быть в числе первых тех, кто будет смотреть новые фокусы. Ну, а мы тем временем переходим к обучению. Ну что ж, друзья, теперь давайте посмотрим, как выполняется этот фокус. Для этого фокуса нам потребуются две разные колоды. Я воспользовался ногами, черными и фиолетовыми. Итак, для этого фокуса, как вы поняли, нужна подготовка. Что я делаю? Я достаю черную колоду. Да, из черной коробки, соответственно. И беру одну карту из фиолетовой коробки. Одну карту я брал в 7 буби, собственно, ее мы сейчас и возьмем. Остальная колода мне не нужна. Итак, далее. Мы находим, вот у нас есть 7 буби фиолетовая. Мы находим дубликат ее, 7 буби черную. И кладем ее третьей снизу рубашкой вверх. То есть, вот таким вот образом убрали. То есть, у меня 1, 2, 3 и дубликат семерки бубей. 7 буби черная лежит вверх лицом. Итак, далее. Семерку мы кладем наверх. Все, колода у нас подготовлена. То есть, мы ее убрали в коробку. И вот так вот в коробке она у нас лежит. Начинаем представление. Леди и джентльмены, добрый вечер. Та-та-та-та. Я воспользуюсь какой-то колодой. Достаем колоду, да. То есть, ни в коем случае не надо ее вот так раскладывать. Этого делать нельзя. Просто достали и держим. И говорим, уважаемый зритель. Сейчас, значит, мы выберем 4 карты, да. То есть, первую карту, как мы будем выбирать. Я переверну колоду. И начну скидывать вот так вот по одной карте. Вы в любой момент меня остановите, просто сказав стоп. Ну и начинаете скидывать. Зритель вас останавливает. Например, сказал стоп. Ну и вы говорите, что окей. Первая карта это 10 бубей. Ни в коем случае не надо ее переворачивать. Потому что раньше времени не надо полить то, что она черная, да. И, соответственно, будьте осторожны здесь. Чтобы у вас верх не разъехался и не спалилась перевернутая карта черная. Итак, первую карту вы выбрали, скажем вы, да. Вы говорите зрителю, первую карту мы выбрали. Теперь выберем вторую. Делаем вот такое вот надавливание здесь, чтобы вот эту стопку сразу пролистнуть. Чтобы вот это место наше пройти. Вот это место. Поэтому мы делаем такое надавливание. И говорим, к примеру, давайте возьмем, а сами пролистываем до самого конца. Вот до этой семерки, фиолетовой, которая лежит здесь. То есть мы пролистываем, говорим, окей, давайте возьмем, ну, к примеру, любимую карту это Марло. Отдадим должное мастеру. И вот так вот ее переворачиваем. То есть зритель еще раз улавливает, как бы, да, что карты у нас, рубашки-то у нас фиолетового цвета. Хотя это единственная рубашка фиолетового цвета, которую мы ему показываем весь фокус. Итак, окей, сказали вы. Мы выбрали вторую карту. Это 7 буби. То есть у нас уже две выбраны. 10 буби, 7 буби. Далее говорите вы, сейчас я разложу карты веером. И вы эту семерку воткнете в любое место. Опять же, осторожно, чтобы не спалить вот эту черную. Мы раскладываем карты веером. Раскладываем карты, что ты будешь делать. Раскладываем карты веером. Зритель втыкает в любое место. К примеру, сюда. Вы говорите окей. Ты воткнул между двойкой крести и пятеркой червы. Эти карты осторожненько подровняли. Ни в коем случае не светим рубашку. Положили ее лицами вверх. Взяли эти карты. Семерку буби нам надо положить сейчас третий сверху. То есть мы кладем ее вот так вот. Чтобы фиолетовая рубашка была именно третьей. Теперь мы начинаем показывать карты. Говорим зрителю, значит, запоминайте, пожалуйста. У нас есть 10 буби. Мы делаем вот такое движение. Я кладу карты вот сюда вот себе на палец. На указательный. И большим пальцем сдвигаю вот эти три. То есть вот эти три карты я сдвигаю. То есть я сдвигаю. Быстренько их переворачиваю. Говорю, у меня есть 10 буби. Переворачиваю снова эти три карты. Скидываю. Говорю, у меня есть 5 червей. То есть снова я их вот так вот сдвигаю пальцем этим. Переворачиваю. Говорю, у меня есть 5 червей. В принципе, вы можете обойтись двойными и тройными подъемами. Сделать то же самое. Скинули, значит, 5 червей. Теперь говорить, у меня есть 7 буби. И двойка крести. Да, и в этот момент, когда мы говорим, у меня есть 7 буби. Вы ее вот так вот показываете. Опускаете. И сразу же подхватываете двойку крести. Скидываете ее. Так вот, семерочку еще немножко покрутили и бросили. Все. Мы показали все карты. Теперь, говорите вы, я буду убирать по одной карте в середине. Сами мы делаем брейк в этот момент. Одной карты. И верхней карты. И готовимся делать прием Марло, который называется тильт. То есть изгиб. Да, вот этот вот известный Марловский прием. Мы берем первую карту. Именно семерку буби. Переворачиваем ее лицом вниз. Чтобы все снова видели вот эту фиолетовую рубашку. И якобы пихаем середину. То есть мы можем сделать ложное вставку. Вот это вот надавливание. Чтобы у нас вот отсюда из середины полезли карты. Создается иллюзия того, что мы действительно пихаем в середину, но карта не лезет. Далее мы разок попробовали, не лезет. Потом мы берем и кладем вот так ее наверх сюда. И получается она у нас вторая сверху остается. И мы ее вот так вот задвигаем. То есть создается иллюзия, как будто мы ее убрали в середину. Задвинули и сразу же подсняли. Теперь говорим мы, я вас обманул, я не буду запихивать остальные карты. Мы щелкаем пальцами, переворачиваем колоду. И обратите внимание, что вся она стала черного цвета. А сейчас очень осторожно мы вот так вот пролистываем до первой семерки. Это как раз будет та семерка, которая черная, которую мы изначально подготовили. Вот она. Мы ее выдвигаем вверх. Она черная. Но дальше мы пролистываем осторожно. Пролистываем вот целую стопку. Вот это место, чтобы не спалить. Потому что здесь у меня вторая семерка фиолетовая торчит. Это понятно, думаю. То есть взяли вот так вот пролистываем. Вот у нас первая семерка. То есть видите, вся колода стала черной. То есть само собой разумеется, черной стала пятерка черви. Черной стала десятка буби. Двойка крести также стала черной. И, конечно же, любимица Эдуарда Марло точно так же стала черной. И вот так вот показываем все карты. Но семерочка буби у нас здесь вот остается. Осторожно ее, чтобы не спалить. То есть вот такие вот у нас черные карты стали теперь. Ну вот и все, друзья мои. На этом фокус окончен. Подписывайтесь на мой канал. Вступайте в нашу группу ВКонтакте. Обязательно подписывайтесь на рассылку 10 редких фокусов. Потому что их нет в свободном доступе. Но они абсолютно бесплатные. На связи с вами был Куликов Сергей. Он же Моряк. И до встречи в следующих видео. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok